Днепр забивает и побеждает итоги самого голевого матча в сезоне. Схватки до крови. Турнир Королева собрал в Могилеве титулованных борцов Европы. Как научиться ставить мат и побеждать всех в мире, расскажем в сюжете с республиканской спартакиады. Соперник очень хороший, мне бой понравился, сам много взял оттуда уроков. Из любителей в профессионалы, бойцы смешанных стилей из Могилева на мировой арене. Всем привет в эфире Спорт М. Надеюсь, длительные выходные вы провели с пользой, а возможно установили личный спортивный рекорд. Как, к примеру, это сделали футболисты Могилевского Днепра. Впервые в этом сезоне, забив ворота соперника, сразу пять мячей. Повержена была мозорская славя. Смотрим, как это было. Нам нужна сегодня победа! Нам нужна сегодня победа! Стоит отметить, что забивали в невомой арене. Их три мяча добавили интриги в матч, где решалось, какая из команд сможет максимально обезопасить себя от вылета из высшей лиги. Получилось у Меглевчан, которым в оставшихся двух турах достаточно набрать два очка. Ближайший матч 18 ноября против одного из аутсайдеров чемпионата Ислачи из Минского района. Мы сейчас настроимся на боевую игру. Будем просто вырывать на каждом участке, потому что мы здесь проиграли незаслуженно, я считаю. Будем стараться сделать все, чтобы выиграть команду. Мини-чемпионат Европы. Так можно назвать республиканские соревнования по вольной борьбе, которые прошли в Могилеве на минувшей неделе. На турнир памяти героя Советского Союза Николая Королева приехали представители пяти стран. В каждой команде сильнейшие борцы. Анастасия Никита из Молдовы мечтает выступить на Олимпийских играх в 2020 году. Уже побеждает соперниц на чемпионате мира. Но в борьбе за золото проигрывает здесь, в Могилеве. Конечно, хотела стать первой, но так получилось, что у меня травма и больше не смогла. 18-летняя молдаванка на волевых доборолась в схватке за третье место и выиграла бронзу у минчанки Анны Вагер. Очень мне понравилось здесь. Организация очень хорошая. Думаю, что на следующий раз будем первой. С потом и кровью буквально вырывает победу и тоже бронзовую минчанин Артур Метелица. В этом эпизоде он получает травму руки, но продолжает бороться и побеждает. Скажи, пожалуйста, как вытерпел? Тяжело было. Но выдержит. Руку придется восстанавливать теперь? Да. Он быстро пройдет. Как почувствовал, что повредил? Упал и резкая боль сразу пошла. Такие схватки не редкость, говорит Владимир Мельков, ветеран вольной борьбы. На этом республиканском турнире, а он уже проводится в 41-й раз, тренер выступает в роли главного судья. Первое место идет на мастера спорта, поэтому они рвутся. Среди тех, кто стал первым четверка представителей Могилевской области. Впереди у вольников кубок страны. Он пройдет в стайках в ближайшие два дня. Е2-Е4. Для Михея Науменко из Орши этот ход не раз приводил к победам на различных турнирах. Юный гений? Сейчас поймете почему. Шахматную доску освоил уже в четыре года. Днем ходил в детский сад и ждал вечера, чтобы побеждать маму, папу и дедушку. Когда с родными играть стало неинтересно, его записали в местную школу. Вообще приятнее играть, конечно, белыми, потому что они первые начинают и атакуют. Усвоив это на первом занятии, Михей активно стал тренироваться шесть дней в неделю. А когда набрался опыта, в том числе соревновательного, поехал за главной мечтой. Моя цель была стать чемпионом мира. Вот я встал. Сотни участников, десятки стран мира. Шахматный форум проходил этим летом в Минске. У нас там был дележ по восемь очков из девяти. Я у меня оказался больше коэффициентом, чем у моего друга из Азербайджана, из Узбекистана. И я занял первое место. Круто было. Какие эмоции были? Радостно. Кричал там, прыгал, бегал? Бегал. Кому первым позвонил? Деду. Дедушка любит следить за тобой, да? Да. А родители? Ну, родители там были. Уже в ранге сильнейшего на планете 10-летний Михей сидит за одним столом со своим партнером по команде 13-летней Настей Вилюгиной. Они приехали в Могилев на республиканскую спартакеаду. Оба участника свои встречи отыграли и делятся секретами успеха. Должна быть хорошая логика. И надо просчитывать все время ходы в шахматах. То есть это обязательно. Не просто ляпнуть. Там, например, отдать фигуры. Надо просчитывать. У команды из Орши на спартакеаде это получалось. Они заняли четвертое место. А вот борьба за кубок чемпиона разыгралась между хозяевами соревнований и брестскими шахматистами. Здесь шла настоящая война за свою королеву. Шахматы вообще очень жестокий вид спорта. Потому что если команда после первого тайма в футболе выигрывает 3-0, то как бы она плохо не играла во втором тайме, но эти три гола уже у нее остаются. Их не отберут. А в шахматах можно сделать 40 отличных ходов, потом один зевок и проигрыш. В этой битве удача была на стороне хозяев кубок оставили в Могилеве. Команда Брестской области заняла второе место. Менчане третьи. Баврусский союз «Энерго» стал бронзовым призером чемпионата мира по футзалу среди клубов. Турнир является аналогом футбольной лиги чемпионов. За награды соревнований боролись команды из России, Беларуси, Украины, Франции, Чехии, Израиля, Казахстана, Аргентины, Перу, Китая и Нигерии. Союз «Энерго» успешно преодолел групповую стадию турнира. В серии плей-офф бобруйские футзолисты одолели московский «Спартак» со счетом 3-2 и уступили другому представителю России клубу «Егоревск» 4-9. Бронзовые медали получили оба полуфиналиста – это «Союз «Энерго» и чешский «Хемко Мекс». Победителем чемпионата мира стала московская «Торпеда». Могилевский баскетбольный клуб «Борис Фен» одержал очередные победы в чемпионате Беларуси. В гостях наша команда встречалась с витебским «Рубоном». Сильнее в этих играх были «Могилевчане» 91-86 и 115-78. Самый результативный у «Борис Фена» Денис Пастухов на его счету 58 очков. После восьми игр наши баскетболисты делят первое место со столичными «Цмоками» и клубом «Гродно-93». Футболисты Осиповичи провели заключительный домашний поединок сезона в первой лиге чемпионата Беларуси. Благодаря дублю Артема Федянина наша команда праздновала победу над «Слонимом» 2-0 и продолжает борьбу за сохранение прописки в первом дивизионе. Для этого в последнем туре клубу с берегов Свислочи надо надеяться на поражение своего ближайшего конкурента Сморгони и побеждать одного из лидеров Смолевичи. С этой задачей в очередном туре справилась Белшина. Точный удар Андрея Ширякова с пенальти принес три очка Бобруйчанам 1-0. Виктория позволила Шинникам закрепиться на пятом месте. Хоккейный клуб «Бобруйск» обменялся победами с литовской энергией в очередных играх высшей лиги открытого чемпионата Беларуси. Вначале наша команда праздновала победу, которая оказалась для них первой в нынешнем сезоне 4-2. Лучшим в составе клуба с берегов Березины был Владислав Олещик. На его счету гол и результативная передача. А вот в ответной игре хоккеисты из Литвы взяли реванш. Энергия была сильнее 3-2. В активе команда из Могилевской области стала 6 очков в обручании по-прежнему на последнем 14-м месте в турнирной таблице. Успешным можно назвать и выступление наших спортсменов в конном спорте на Республиканской спартакиаде детско-юношеских школ. По выездке команда Могилевского центра Олимпийского резерва заняла второе место. А лучший результат в личном зачете показала Анастасия Янковская, которая стала бронзовым призером. Первые в Риге сборная Беларуси по плаванию завоевала свыше 20 наград в открытом чемпионате Латвии. Среди лидеров соревнований оказались и могилевчане. Никита Цмых завоевал золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров в плавании на спине. А Григорий Пекарский выиграл две серебряные награды на дистанции 50 и 100 метров бутерфляем, а также бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем. Турнир являлся квалификационным на чемпионат мира на короткой воде, который в будущем году пройдет в китайском Ханчжоу. Сотни тренировок ради одного поединка в ринге. Так любители становятся профессионалами. Этот путь в Могилевском клубе «Ратибор» проходят более полусотни бойцов. Лучшие из них пробуют свои силы на международной арене. Роман Логинов – первый из Могилевской области, кто выступил в Мировой молодежной лиге смешанных единоборств. На турнире могилевчанину противостоял опытный боец из России Шаир Курбанов. Соперник очень хороший, мне бой понравился, сам много взял оттуда уроков. Было два раунда, но я закончил в первом. Уступил, потерялся в клетке. Не чувствовал клетку, из-за этого потерялся в ней. Проиграл в стойке, но потом перевел меня в борьбу, и там добил меня урок, что нужно работать в стойке. Не бояться именно самой клетки. Это возьму на заметку. Еще одна надежда клуба – Марат Муксиян. В Брянске на турнире «Поверь в себя» могилевчанин сразился с чемпионом Европы и обладателем Кубка мира по вольной борьбе Али Исаевым. Это был первый бой в этом стиле единоборств. Ну, конечно, я проиграл. Был соперник, как бы, не ударник, а борец. Было очень тяжело. Чуть-чуть не хватило борьбы. Техники борьбы. Как бы, я сам ударник, занимался боксом очень долгое время. А так в стойке можно было, я бы был игроком. На лидеров клуба равняются остальные ребята. Шансы проявить себя есть у каждого. Всего в клубе занимается около 70-60 человек. Средний возраст стоит 19-20. Ездим на турниры. Разные города, как в Беларуси, так и в России. Профессиональные, любительские. Выступаем, как бы, в принципе, неплохо довольно. Бойцы у нас занимаются не только с Магирева, но и с Сипович, с Ашклова, с Костякович. Со всех городов Могилевской области приезжают бойцы, как бы, вот. Ну, в дальнейшем планируем расширяться, потому что зала мало, мало времени. Планируем что-то большое открыть. А в новом году Ратибор снова пригласит могилевчан на бойцовское шоу. В феврале в Олимпийце пройдет Golden Battles 4. Мы разрабатываем новое шоу Golden Battles 4, которое, скорее всего, будет называться «Возвращение», что само за себя все говорит. Хотим его, конечно же, сделать международным, но пока рано загадывать что-то по файт-карду. Всякое может поменяться. И мы сейчас стараемся отойти больше от шоу-программы и сделать больше качественных боев, потому что у нас в клубе подростающее поколение хорошее есть. И вообще в городе, в области, в стране мы на это акцент делаем. Мы хотим развивать именно молодых бойцов, которые хотят стать топами. И в завершении передачи немного постреляем. Мы в тире могилевского отделения ДУСААФ, а парни и девушки – учащиеся школ областного центра. Ежегодно в дни осенних каникул здесь проводят соревнования по пневматической стрельбе. Вот, вставили, потом щелчком, оп, закрыли. А вот здесь вот предохранитель. Нажимаем, снимаем предохранитель, когда хочется стрелять. Давай, давай! Что самое сложное – стрельба или перезарядка? Перезарядка. Ну, потому что там надо сильно тянуть, и не всегда получается. В этом году за победу на турнире боролись 23 юных стрелка. Кто-то винтовку взял в руки впервые, для кого-то это уже дело привычное. Как, к примеру, для Кирилла и Егора. Они, друзья, учатся в одной школе и в спортивную секцию по пулевой стрельбе ходят вместе. У меня результаты довольно неплохие. Ну, по крайней мере, моего друга я обгоняю. Мальчишки сражались за этот кубок вместе с Олесей Морозовой, той самой девочкой, которой сложнее давалась не стрельба, а перезарядка. Надо просто больше кушать. Хороший совет на будущее. И совет, кстати, от победительницы этих соревнований. Вот так кубок ее. Ну, а уже на этой неделе юные стрелки сели за парты. Началась вторая школьная четверть. Она пролетит быстро, и на зимних каникулах учеников ждут на снежном снайпере. пострелять на биатлонном стрельбище. И о спорте на сегодня все новости. Увидимся, как обычно, через неделю. Занимайтесь физической культурой. Это была передача «Спорт М». Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова